Извиняюсь, перестань чихать. Я уже в третий раз пытаюсь записать это видео. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Окей, это вторая часть о минеральной вате. Если вы не смотрели первую, то, пожалуйста, сначала посмотрите ее. Продолжим разговор о том, сколько надо купить или сделать акустических панелей из минваты, чтобы получить удовлетворительный звук и не переглушить комнату. Для этого нам сначала надо определить, какие панели будут поглощать частоты выше 500 Гц, какие панели будут поглощать частоты между примерно 200 и 500 Гц и панели, выступающие в качестве бас-ловушек, то есть от 200 Гц и ниже. Я также буду учитывать воздушный зазор. Допустим, каждая панель будет находиться на расстоянии 5 сантиметров от стены. Панели толщиной 5-7 сантиметров будут использоваться для поглощения верхней средины и немного захватят средние частоты. Панели толщиной 10-15 сантиметров используются для поглощения нижней средины и также помогают уменьшить пики и провалы в диапазоне верхнего баса. И бас-ловушки будут толщиной от 15 до 30 сантиметров. Так как все эти панели обычно ставятся по периметру стен, на потолке и в углах, то все, что выше 200 Гц, почти не будет абсорбироваться, так как высокие частоты более направленные и не сильно распространяются в стороны. Поэтому отражения на этих частотах будут идти от стола и от рядом стоящих предметов. Я демонстрировал этот эффект в одиннадцатом видео под названием расстановка мониторов на слух. За высокие частоты не стоит переживать, они самые легко контролируемые. Что касается бас-ловушек. Вне зависимости от толщины или конструкции этих ловушек, в маленькой комнате не получится полностью избавиться от пиков и провалов ниже 200 Гц. И из-за этого тоже не стоит сильно переживать. В следующих видео об акустических замерах я покажу на что стоит обращать внимание и на что спокойно можно закрыть глаза и не обращать внимание. Как я уже говорил, замеры это отличный вспомогательный инструмент, но наш слух является основным инструментом для определения качества звука. Теперь, после того как мы знаем какой толщины нам надо панели и какая панель ответственна за какие частоты, можно приблизительно рассчитать сколько этих панелей надо. Почему приблизительно? Потому что в небольших комнатах желательно начать отделку с определенного минимального числа абсорбирующих панелей, абсорбирующих материалов и по мере надобности увеличивать количество. В среднем в такой маленькой комнате как у меня нам нужно минимум 10-12 панелей разной толщины. В моей комнате 34 панели и я их делал в три этапа. Первый этап это пригладить низкочастотные отражения. Это самое сложное. Второй этап это найти расположение среднечастотных панелей и не переглушить комнату. И третий этап после определенного периода работы решаем, нужно ли что-либо изменить, добавить или убрать. Также по мере добавления поглощающих панелей мы тестируем комнату на слух. Тестируем насколько улучшилась совместимость наших миксов. Например, слушаем миксы в другой комнате или в машине. Чтобы знать сколько нужно панелей, нам также надо знать куда их крепить. В случае с моей комнатой это был непростой ответ, так как комната не имеет прямоугольной формы, низкий потолок, который в свою очередь имеет несколько уровней. Давайте начнем расчеты с простой комнаты прямоугольной формы. Один из подписчиков Вячеслав Тимофеев задам следующий вопрос. Если маленькая комната 2 на 5 метров, есть ли смысл заделывать углы минватой или, как вы говорили в видео, миксовать материал и укладывать в холодильник. Имеется в виду делать большие коробки с размером небольшой холодильник и туда запихивать минвату. Давайте расширим вопрос. Первое. Предположим, что высота потолка 2 метра 80 сантиметров. Также сделаем комнату чуть шире, допустим, 3 метра. Те же самые рекомендации будут применимы к ширине комнаты 2 метра и 5 метров. Вячеслав спросил, имеет ли смысл заделывать углы минватой? Короткий ответ – да, имеет смысл. Более расширенный ответ – заделывать углы можно по-разному. Приведу два примера. Первое. Для каждого угла можно использовать две прямоугольные панели толщиной 10-15 сантиметров. Если их поставить одну на другую, в каждой из четырех углов, то в сумме получается 8 панелей. Так как между панелью и углом есть воздушный зазор, то это увеличит степень абсорбции. У меня в комнате подобное используется в двух углах. На передней стене. В углах задней стены я сделал треугольные басновушки. Просто нарезаем треугольники и сложим их один на другой. Какой вариант лучше? Оба приблизительно одинаковы. Треугольный вариант занимает меньше места и его очень легко и быстро сделать. Поэтому в комнате шириной 2-3 метра я лично выбрал бы треугольные басновушки. Что касается второй части вопроса. Надо ли делать большие коробки с размером в небольшой холодильник и запихивать туда минвату? Нет, не надо. Как я уже демонстрировал, лучше сделать панели толщиной 15 сантиметров и поставить их на небольшом расстоянии от стены. Они займут меньше места и результат будет такой же, как если бы сделать панели толщиной 60 сантиметров. В предыдущем видео я говорил о специализированных басновушках. Речь шла о так называемых резонансных басновушках, состоящих из несколько секций. В каждой секции разный материал. Я не хочу вдаваться в подробности конструкции этих навушек. Это далеко выходит за рамки данных видео. Единственное, что скажу, резонансные басновушки делаются по расчетам и их цель это уменьшить стоячие волны на определенных частотах. Именно определенных, заранее известных. Если в вашей комнате есть большой провал на частоте 60-70 герц и вы купили резонансную басновушку, которая убирает стоячую волну на частотах 80-90 герц, то проблема 60 герц так и останется. Короче, для подавляющего большинства случаев широкополосные басновушки из минеральной ваты делают свое дело довольно таки неплохо. Еще несколько примеров с басновушками из минеральной ваты. В моей комнате задняя стена является большой басновушкой. Толщина вот этих панелей 30 сантиметров. Внутри три слоя минеральной ваты. Каждый слой 7 сантиметров и между этими слоями расстояние примерно 5 сантиметров. В дополнение к этому вся конструкция стоит на расстоянии 10 сантиметров от стены. Таким образом, эта басновушка имеет довольно таки большой коэффициент поглощения на частотах от 40 до 125 герц и относительно легкий вес. Если длина вашей комнаты 6-7 метров, то достаточно уменьшить отражение от углов. Не обязательно превращать заднюю стену в большую басновушку. Теперь я покажу две басновушки, которые относятся к категории небольших холодильников и по весу и по размеру. Они находятся у меня вот здесь. И у вас может возникнуть вопрос, почему я рекомендовал не делать такие толстые басновушки, а сам сделан и при этом использовал нераспакованные упаковки минеральной ватой. Тут есть две причины. Первая причина, эти навушки были последним штрихом в этой комнате. И я просто поленился и не стану заморачиваться с более элегантным решением. В точке прослушивания был гул на низких частотах, который исходил из этого угла. И у меня оставались две нераскрытые упаковки ваты. Я на слух определил, что если поставить их вот здесь, то это решает проблему с гудением. Вторая причина, до того как поставить сюда нераскрытые упаковки, я попробовал ставить те басновушки, которые у меня стоят возле задней стены. И понял, что правая сторона комнаты, вот эта, звучит сильно перегнушенной. И на слух сильно отличается от левой стороны. Нераскрытые упаковки ваты одновременно отражают средние и верхние частоты, и поглощают низкие частоты. Таким образом, на слух обе стороны комнаты звучат более-менее симметрично и не перегнушенно. И последние несколько басновушек, которые сыграли самую большую роль в уменьшении низкочастотных пиков и провалов в этой комнате. Это те, которые подвешены к потолку и вот эти, которые стоят на полу. Низкий потолок и углы на потолке и на полу создают излишнее скопление низких частот в той зоне, где мы сидим. То, что касается басновушек, подвешенных к потолку. Внутри две платы по 7 сантиметров. Высота, на которых они подвешены, вычислялась с помощью акустических замеров. Поэтому в процессе планирования и расстановки панелей не надо намертво крепить панели к стене. Должна быть возможность подвинуть панель в любой момент, когда надо. Давайте еще раз вернемся к вопросу, сколько надо панелей и где их располагать. В данном примере, если внимательно присмотреться и посчитать количество панелей, то мы получаем 26 панелей. Панели по бокам и на потолке сзади служат для абсорбирования средних частот. Толщина панелей примерно 5-7 сантиметров. Все остальные панели по углам на передней и задней стене и потолке являются басновушками. Как видите, почти все панели висят на небольшом расстоянии от стены, что увеличивает степень абсорбции. В большинстве случаев этот вариант будет оптимальным для многих людей. Комната не будет звучать глухо и количество пиков и провалов уменьшится в разы. В следующем примере, если взять очень маленькую комнату и наименьшее количество акустических панелей, то у нас получится 7 панелей толщиной 10-15 сантиметров. Это минимальный сетап. Рассчитывать на значительное улучшение не придется, потому что комната сама по себе маленькая, но звук будет гораздо лучше, чем пустая комната без какой-либо акустической отделки. Давайте снова сделаем небольшой перерыв и перейдем к третьей части видео.